Нехватка лекарств, реанимационных мест, персонала и концентраторов – это актуальные проблемы медучреждения Одессы и всего региона. И пока одни до сих пор отрицают угрозы COVID-19 и существования самого вируса, другие борются за жизнь больных до последнего. На территории коронавирусных больниц побывала и наша съемочная группа, что удалось выяснить, расскажет Юлия Лабурак. Утро 2 ноября. Маршала Малиновского, 61. За 20 минут в ковидное отделение 10-й городской больницы приехали три кареты скорой помощи. Члены бригад сначала оповестили медсестру, а после непродолжительного ожидания в конце концов госпитализировали пациентов. Одного из больных завезли в отделение на инвалидной коляске, двух других – на носилках. Всем пациентам за 60. А это уже пятая больница на Троицкой, 37. Ситуация здесь не лучше. В маленьком коридоре, ведущем к двери с надписью «Красная зона», собрались люди. Все, чтобы хоть несколько минут пообщаться с медиками и передать необходимые вещи для больных родственников. Не на камеру признаются. Лекарств в учреждении не хватает, поэтому кое-что приходится докупать. Доказательством недостатка лекарств является объявление на дверях. Мол, такой-то препарат имеется в таком количестве, а некоторые закончились вообще. Рядом еще одно объявление, но уже о срочном наборе медсестер. Проблема в медучреждениях города и с местами, особенно реанимационными. Человеческий фактор сейчас как никогда стал остро работать. Есть совершенно потрясающие врачи на скорой, которые бьются за каждого пациента. Есть те, которые просто уезжают и говорят, вам ничего не поможет. Есть потрясающие врачи в приемных покоях, которые готовы класть пациента тяжелого даже, если даже нет реанимационного места, но подключать к потоку и тянуть и ждать. А есть те, которые разворачивают скорую, и они там катаются по всему городу. Вот вчера у нас была такая ситуация, когда просто врач скорой сказал, готовьтесь к похоронам. Каждый день медики и родственники больных COVID-19 обращаются в корпорацию «Монстров» за концентраторами. Волонтеры их выдали уже более полутысячи. Часть из них это пациенты, которые выписаны с низкими сатурациями, долечиваются, но основная сейчас, сейчас у нас поменялось. В прошлом году у нас основная часть это были выписки, а сейчас наоборот. Основная часть это активное лечение дома, активная стадия болезни. Небольшая часть из этих пациентов это пациенты нетранспортабельные, либо те, которые ухаживают за лежачими больными. И все остальные это те, кто не попали на койку. Еще раз говорю, это почти что областная больница сейчас у нас разбросана по квартирам в городе. Отмечу, за 600 дней пандемии COVID-19 диагностировали у более 196 тысяч жителей Одесской области. Свыше 4100 инфицированных умерли от осложнений болезни. Айсель Маминова, Юлия Лабурак, Алексей Филиппов, 7 канал.